Я слушаю Зулкина, и, короче, там сидит орк, провоевал, по-моему, то ли три дня, три дня и три ночи. И рассказывает интересную вещь, короче, заходят они, вот, постучались в чей-то дом, и им открывает старик. Они попросили разрешение у него войти, и, ну, назовём его, например, Митя, орк, назовём его Митя. Митя, когда увидел стариков, он опустил автомат, за что получил в челюсть от начальника. Ты, типа, находишься на, что там, при службе, и нужно автомат держать вверх. Вот. Ну, вот, Зулкин говорит, а зачем вы зашли в дом? Он говорит, укрытие. И мне это так резануло. Вы же все говорите, что ваши эти, где ваши войска воюют? Вот они зашли в чей-то дом к старикам. И этот Митя получил в челюсть от командира за то, что он опустил автомат, когда увидел просто стариков, ну, старушку и старика. За то, что он находится на, как он, ну, преисполнении, и он должен наверх. Представляете, я понимаю, что, ну, это не должно быть, чтобы старики, я зашёл к ним в дом, укрываться у них в доме, конечно, это никакой не русский мир, никакой это не, как бы, не радость для местных жителей. Вот теперь мне объясните, вы говорите, почему азовцы прятались в домах. А почему ваши прячутся в домах? И когда этот Митя не хотел пугать стариков, ну, разумеется, представляете, вот представьте свою маму, да, заходит непонятно кто, чья-то китайская армия, и целится в них из автомата. Вы думаете, что ваша мама будет, ой, какие молодцы китайцы? Да нет, конечно. Ещё больше обозрения. Вот тебе объясните, почему солдаты целятся в стариков и укрывают...